Господин атаман, отряд казачат детского сада номер 83, встреча готова! Вице-губернатора края и атамана кубанского казачьего войска Николая Далуду встречают выпускники казачьей группы 83-го детского сада. А уже внутри те ребята, которых казаки будут посвящать в конце сентября. Они размещаются в отдельном здании. Здесь все как в настоящей казачьей хате. Предметы быта, домашняя утварь. Дети подготовительной группы знакомятся с культурой и историей казачества, изучают кубановедение. Не только с воспитателем, но и с настоящим казаком-наставником. Возвращаясь к вопросу о том, не рано ли мы начинаем. Я скажу вам, мы, наверное, еще поздно начинаем. Потому что в казачьих традициях воспитание казака, казачки, начиналось с трехлетнего возраста. Все, что ребенку дается, дается в среднем до пятилетнего возраста. И все, что заложено в этот период, у него будет на протяжении всей жизни. Еще одна часть программы – основы православия. На территории сада даже есть небольшая часовня. Храм в миниатюре со всей атрибутикой. Идти в группу казачьей направленности никто не заставляет, рассказывают Николаю Далуди родители. Напротив, желающих погрузиться в историю и культуру региона становится только больше. В группе прошлого года было порядка 30 казачат. В новом наборе уже более 40. Духовная составляющая, традиции, история, патриотизм. Лучше нас, взрослых, некоторые вещи. Правда, очень интересная. Потом это в семью превозносится. Казачья группа в детском саду – явление уникальное для края, отметил вице-губернатор. Сочинский опыт должен быть обязательно распространен по всему региону. Такого детского садика, честно говоря, я нигде пока не видел. И, собственно говоря, в таком детском садике я не бывал еще. Поэтому я буду, где бы я ни был, я буду всегда приводить пример в плане организации вот этого казачьего обучения вот в этом сочинском детском садике. Задача для Сочи на ближайшую перспективу – полноценная казачья школа должна быть в каждом районе города. Пока же в Сочи 27 казачьих классов и 77 групп. Это почти 2,5 тысячи детей. К сожалению, сразу сделать казачью школу не удается, потому что школа становится казачьей только тогда, когда 50% класса становится казачьими, а их надо растить. И определены школы в Адлерском районе – 28-я и 49-я, 55-я школа в Хостинском районе и 81-я школа в Лазаревском районе. Ну и десятка, конечно, продолжает свою работу. Ну а после детского сада атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда провел большую встречу с сочинскими казаками. Обсуждали текущие вопросы, проблемы и перспективы. Сегодня в городе более 1400 реестровых казаков. Они, как и казаки во всем крае, помогают в охране общественного порядка, госгранице и ведут важнейшую патриотическую работу с детьми и молодежью. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.